Всем привет! Продолжаем играть в Tushioners. В прошлой серии мы подготовили комнатки для скафандров. Для накачки, закачки, откачки. Вот, и я тут не на запись тоже подготовился, но очень долго и упорно, как говорится, вот сегодня целый день, почти полдня, сидел и перебирал коды для стоек. Но я справился, и сейчас я вам все покажу, все расскажу. В общем, сегодня мы занимаемся вот этой комнаткой, и там дальше немножко покажу, как я придумал хитрую такую схему охлаждения пассивного. Но это под конец. И там дальше напишите, как что, может кто пробовал свои мнения напишите, скажете по этому поводу. Итак, вот здесь мы решили сделать стойки под скафандров. Сразу скажу, стойки рабочие, полностью настроил. Этот код можно оптимизировать как на 4 стойки, так и на 6 стойок, полностью рабочих. Но расписал я их на 2 чипа. Потому что, опять же, из-за того, что 1, 2, 3, 4 стойки, это все-таки 4 крутилки. А нам надо также желательно анализатор, желательно 2, откачка-закачка. Это как минимум пропилент и кислород, если это разное. Если даже одно, но все равно откачивать надо. И, соответственно, что-то кидать на вест. То есть, откачивать тоже надо. Думал я сначала сделать как-то по хэшу, но, во-первых, анализаторов несколько, по хэшу уже не получается. Помпы тоже 2, а тоже по хэшу не получается. То есть, тут есть, конечно, нюансы. Но можно, конечно, извращенством каким-то позаниматься, через зеркала, там еще что-то, ну, чтобы код уместить прям максимально в один чип. Но я поступил хитрее, думаю, почему бы нет. Думаю, сделаю сначала просто стойки, а потом уже буду всякие разгрузки-загрузки делать к нему. Потому что моя задача была какая? Чтобы в любую стойку я мог воткнуть, неважно в каком последовательности, да, эту сюда, эту туда, к примеру. Вот, все 4 заняты. И если все 4 нуждаются в закачке, либо, наоборот, разгрузке, то оно должно сработать. Шлемы оно тут не учитывает, поэтому шлем можно не считать. Но вот так оно должно работать. Либо вот там, не знаю, вот так, неважно как, оно должно работать. Вот, причем оно не должно блокировать друг друга. Там у нас есть нюансы в том, что мы же регистры используем, нам надо, чтобы они не пересекались. Я писал уже код, когда мы делали в космическую станцию, мы писали там на одиночную стойку, она полностью рабочая. С ней все проще. Здесь можно было также одиночный код написать на 4 чипа, да, хоть на 10 чипов. И на каждую стойку был бы отдельный свой код, но это геморрой, это неправильно. Поэтому я хотел сделать, чтобы был как минимум один код, ну там 1-2 чипа на много стоек. Здесь вот получается, что аж на 6. Потому что две крутилки у нас освобождаются, несмотря на то, что здесь вот стоит сейчас вот эти вот помпы. Они на самом деле здесь как бы не нужны. Я их давайте даже откручу отсюда, потому что они учитываются в другом коде. чтобы просто никого не смутило, что здесь что-то подключено. Сейчас все расскажу. Пришел не сразу к этому, мучился, а потом думаю, что нет. Так вот, 2 нет, а здесь вот получается 1, 2, 3, 4, и здесь можно 5 и 6, 6 стоек можно сделать. Вот, что уже круто, да, то есть 6 стоек это как бы немало. Вот, на большую компанию, как говорится. Что здесь реализовано? Давайте смотреть. Ну, во-первых, каждая стойка сама по себе независимая. Она включается, если требуется ей откачать, закачать и так далее. Вот, по факту включения в стойк, стойка включается по факту, если джетпаку, либо скафандру требуется эта закачка-откачка. То есть просто так стойка не включится. Вот, от стойки включается сразу анализатор, по анализаторам настроены все откачки, закачки и прочие давления, потому что здесь у нас в одну трубу идет, то есть у нас мир кислородный, мы на Европе, соответственно, нет какого-либо надобности закачивать сюда азот. Мы качаем все с улицы, прямо вот отсюда, где вот у нас шлюз подкрепляется. Я там еще две пассивки включу, вроде даже быстрее шлюз стал работать. И отсюда у нас идет труба и полностью она подходит вот сюда, на закачку, как и шлюз. А здесь у нас откачка. Закачка у нас стоит на 5 тысяч, откачка 10 тысяч. То есть если даже 10 тысяч поставил, да что ты мне ругаешься, нормально все. Вот. Поэтому, ну и соответственно, Вест у нас на автомате, если что-то попадает в эту трубу, чем плюс, здесь можно отдельно стойку ставить, можно баллон также разгружать, потому что если что-то сюда попадет, вот, оно здесь включится и откачается, соответственно, в наш стоковый, который вот эта вот труба, мы подключали в предыдущих сериях, она идет сразу на фильтры. То есть сразу все не теряется, а профильтровывается. Здесь также поставил. этот самый, зарядку батареи, тоже по богдановской схеме. Она автоматическая, и к его коду я прикрутил вот эти вот органы управления, которые отвечают за стойки, потому что там, получается, у него используется только батчрайдер вот этот, или как он называется, батчарджер. Вот. А вот эти вот все крутилки свободные были. Я, соответственно, все 5 слотов я занял. У меня ушли два анализатора, две помпы, и один регулятор. Вот. Здесь я уже вот скафандры накачал, да, откачано, закачано на 5000, батарейка заряжена, джетпаки, соответственно, все вот, это мой джетпак, он был перекачан, ну, соответственно, то, что больше ничего не включается, так как у нас уставка до 10000. Вот. А здесь у нас на пятерочку ровненько закачано, тоже никуда ничего не девается. Это мой скафандр. Он вот, сейчас я докачал его и откачал, то есть все хорошо работает. Сейчас давайте покажу, как я делаю код. Кстати, видите, я сломал ноутбук, он сломанный, ну, в смысле, да, хорош ругаться, нормальная температура, ноль-ноль, сейчас нагреемся. Видите, он уже сломан на одну, там, пятую. Дело в том, что когда у нас идет буря, я не знаю, может быть, это именно ноутбук не прописан как-то по какой-то сетке, я сижу, значит, такой, здесь программирую, у меня ноутбук такой, ура-с такой, и туда улетает. Вот, он просто взял и уехал вот так вот, как на санках, вот сюда в стенку, а это буря была у нас там, и, видимо, какая-то микросила, не прописанная к ноутбуку, она его двигала, либо это все предметы двигаются, но так как у нас кружки и прочее остаются на месте, я думаю, что это ноутбук, так как он новый, недавно был добавлен, возможно, с ним какие-то есть еще вопросы, нюансы, он в помещении считается как будто не прикреплен, он, короче, укатывается. Но не суть, давайте покажу коды. Сначала основной, там, кстати, надо немножко по батарейке дописать, но сейчас давайте покажу, как я его сделал. Сначала старый, а потом новый. Так, это у нас сегодняшний код. Давайте покажу старый. Вот у нас единичный был код на этот самый, на скафандры, да, это вот наша стойка была, вот так прописана. Потом я писал еще в прошлом сезоне вот такой вот код, SS4, и мы тут по петлям делали каждую проверку, и они работали все, если в какую-то вставляешь, оно работает, но если второй вставляешь скафандр, он уже блокировал предыдущий, потому что я тут не учел некоторые нюансы. Плюс еще был, минус в чем, точнее, трудность. У нас были трубы раньше, просто кто-то может не знает, обычные. И, соответственно, когда у тебя скафандр стоит, и трубы стоят, да, и ты накачиваешь там давление, и оно потом охлаждается, к примеру, то, соответственно, были... Не пикай. Были нюансы, потому что приходилось всегда удержать уставку, как-то там откачивать, чтобы не перекачивать, чтобы не перекачивалось, потому что оно здесь купится, да, оно получалось как охлаждается газ, давление падает, он опять подтравливает, и, в общем, может быть, опять же, взрыв. Ну, короче, нюансы свои. А здесь трубы изолированы, как накачал пятерочку, так она и будет держать там хоть сколько. Поэтому с этим проблем сейчас проще. Здесь можно вплоть до регуляторов ставить. Здесь можно вообще поступить как два регулятора, один на откачку, другой на закачку, и вообще не париться, потому что они просто будут всегда включены и всегда закачивать, что кончилось. И тогда вообще не надо вот этот второй чип, вообще он ненужный. То же самое, здесь можно также регулятор обратного всегда включить, просто включить. И второй код, вот этот вот, который на автоматику вот этих вот всяких включений, он тоже не нужен, потому что он всегда будет откачивать. Тогда, в принципе, я справился с задачей. Стойки получились на один код, шесть штук тогда можно их влепить давайте покажу как что написал а то скажете много говорю а мало показываю и так вот это вот наш код единство только вот батарейку я только что вот дописал надо будет расписать ее еще смотрите 1 2 3 4 стойка дальше здесь название просто что это скафандр для легкого понимания в коде здесь название что это джетпак вот дальше вот эти вот уставочки я написал чтобы опять же не вписывать везде если я захочу поменять я просто здесь вот поменяю сейчас да это как как говорят нормальные пацаны чтобы один раз записать и все чтобы это ну грубо более более грамотный как бы писание на более грамотная вот то есть написал уставку и я здесь ее уже не меняю захочу поменять я поменяю здесь они весь код переписывать ну короче это лучше то есть это минимальное давление от максимальное давление в нашем случае первая стоечка то есть считываем слот стоечки на предмет наличия что-то в слоте нашем случае первый слот это скафандр здесь подписан suite вот это тоже самое что я бы написал r11 просто так легче считывать что это такое на что это именно скафандр они какой-то там джетпак например хотя джекпак во второй слоте считывается Ну, короче, скафандр считали на наличие, скафандр просканировали на наличие давления в нем Дальше, если давление меньше, чем минимальная уставка, в нашем случае 5000 И при этом скафандр включен, то есть он считывается То, соответственно, идем дальше Потому что если просто учитывать давление без скафандра То стойка может сама по себе, грубо говоря, фигурировать А нам надо, чтобы обязательно наличие было в салате Дальше идем, считываем джетпак Опять же, слот, опять же, давление Давление, если меньше уставки, в нашем случае 5000, опять же, минимальное То, соответственно, при наличии джетпака, здесь у нас единичка, R8 и R9 тоже единичка Две единички мы поймали Идем дальше, считываем зарядку Если зарядка меньше, я здесь поставил, но 9 Потому что с единичкой у меня что-то как-то не сложилось ситуация И он включал мне стойку, даже когда я вытаскивал, по-моему, этот самый скафандр Ну, короче, там какие-то есть свои нюансы Вот И также при наличии скафандра Идем дальше Нам нужен Вест Опять же, смотрим Вест Он в первом слоте считается, где и скафандр Потому что баллон Веста, опять же, логично, что он и в скафандре находится Именно, а не в джетпаке Если он больше нуля, то R1 у нас единичка В итоге у нас получилось, сколько единичек нужно ловить R9 единичка, R8 единичка, R6 единичка И R1 у нас на скачку То есть 4 единичка нам надо сравнить Ну и, соответственно, здесь сравниваем или-или Вот Либо R9, либо R8 Либо R1 Либо R0 В нашем случае R0 Это уже усредненное вот это R9, либо R8 Вот Как будто мы сжали параметр, да Понятие Здесь R1, либо R0 То есть отсюда берем R1, либо R6 R6 отсюда берем И все выходит на единичку Я так просто проще считать Стойка первая R1 включение Здесь дальше тоже все самое Только В конце у нас идет R2 Чтобы просто не тыркалось Иначе у нас одна стойка будет выключать вторую стойку Вот Видимо, в первом разе, когда я здесь вот код писал Я не учитывал это И поэтому у меня и выключала одна стойка другую Здесь у нас все хорошо То есть Вот эти мы заменяем параметры, да, полностью Код же у нас сверху вниз считается Мы здесь все заменяем Но вот эту двоечку мы оставляем И в итоге у нас получается, что То, что вот это считывается Оно не пересекается с первой Потому что если первая включилась То даже То, что мы те же самые параметры просчитали И здесь поменялось что-то, да То она у нас влияет только на R2 А R2 у нас вторая стойка То есть если код уже вниз уйдет Потом перепрыгнет И пойдет опять считываться Даже если она здесь опять поменялась То он либо выключит эту первую стойку Независимо от второй Либо пойдет дальше То есть тут у нас то же самое Опять третий SS3 На R3 И четвертая На R4 Все вроде как бы просто Ну и соответственно Опять же Наличие слота Давление Наличие слота Давление Давление на West И вот еще вот Добавил я Charge Ratio Вот этот вот Который надо вписать Во все Остальные Слоты Давайте во второй Наверное запишем И посмотрим что там со вторым будет Ну вот Так это что нам получается Сколько нам надо строчек-то Добавить После Веста Перед Вестом Да я там Пихаю Перед Вестом Перед Jetpack Да Раз Два Три Три строчки Да Их можно полностью заменять Потому что мы выходим на R6 Который будет перезаписываться Вот здесь В итоге То есть это можно использовать Насколько я понял Ctrl-C Ctrl-V Вот так вот я и сидел Ctrl-C Ctrl-V Так вот и сидел Так вот и туда-сюда Записывал Перекидывал Записывал Перекидывал Сравнивал Откатывал Переделал Там вот опять Сирена Так а здесь у нас получается Что добавляется Вот это да Параметр 1 1 1 R6 Ага Ага Значит здесь Ор R2 R2 R6 Правильно Здесь шестерка Даст единичку Если все сработает Здесь нам надо сравнить С вот этим Если здесь Двоечка То двоечку На шестерочку Двоечку перезаписали По идее правильно Давайте сравним И посмотрим Только единственное Нам нужно Разряженные батарейки Чтобы тестировать Так Это экспорт Вот сейчас посмотрите Как ноутбуку катится Отвечаю Ошибок никаких нет Все Выключилось Но у нас ничего не включается Потому что у нас все батарейки Заряжены Нам надо батарейку Разрядить где-то Как-то Из чего-нибудь Есть у нас А вот наверное Бур разряженный Я думаю О 81 Отлично Чапоник Это сюда А это Вот сюда Так А что у нас еще есть Вот это наверняка 100 пудов Разряжено 83 Отлично Сейчас будут Тесты О Что-то покатилось Там Вот видите О чем я говорю Что у нас катится Мир к чертям Вот смотрите Скидываю Оно никуда не едет Оно конечно может быть В теории весит там 20 тысяч тонн Но у нас вот это тоже Никуда не катится И вот это Никуда не катится Мой вердикт таков Ноутбук Из-за того что он новый Он еще как-то там Не прописан В каких-то Сетках И прочего И он считается Как будто он на улице То есть он не понимает Что он находится В помещении Поэтому при буре Имеется ввиду Только при буре Он у нас укатывается Итак Давайте протестируемся Мы сделали Ко-какие поправочки Нам надо протестироваться У нас оба Скафандра Не заряжены Соответственно Если мы воткнем Сюда Либо сюда У нас ничего не происходит Если я Так На главном Чтобы второй Не зарядился Пока я первый проверяю Во вторую Воткнул У нас включилась Соответственно Стоечка Сейчас посмотрим Как она выключится Или нет Самое главное Чтобы выключилась По заряду Чтобы отключилась Если так То все хорошо 85 Ну она еще будет А давайте Пока она там заряжается Мы сходим сюда И я покажу вам Что я делаю Не на запись Смотрите Я тут конечно Такой хитрый бобер Решил протестировать Вот такую новую Штукенцию Которую нам добавили Какой-то там Хейтер Или как он там Ну короче Сейчас скажу Как он называется Я просто для себя Хочу название Запомнить Так Он называется Вот Heat Exchanger Короче говоря Насколько я понял Из описания Он уравнивает Температуры Соответственно Если температуру Уравнивают Если там давление То он и давление Уравняет вам Но самая главная Его задача Это соответственно Уравнивать Температуры Вот Я подумал Посидел Думаю А что бы нет У нас есть Теплое помещение Внутри У нас есть Холодное снаружи Минус 150 Там Что если сделать Некое Такое Подобие Охлаждения За счет Радиаторов Количество радиаторов Будем регулировать Сколько нам нужно Здесь поддерживать Тепла То есть Грубо говоря Здесь-то у нас Нагревается Нагревается всегда И у нас Охлаждение Только Эти Кулеры Кондиционеры Вот Но они жрут Этот самый Топ Топливо Блин Что я несу Они жрут Электричество 300 ватт Но все равно Они жрут А здесь Бесплатно Получается Как это Срегулировать Если правильно Рассчитать Сколько нужно Трубок И сколько Нужно Радиаторов То можно Выйти к тому Что у нас Вообще Не будет Нагреваться Просто будет Вот сколько Поставим Столько будет Поставить Мне кажется Такое Можно сделать Причем Если сделать Там Обычными Трубками То соответственно Будет охлаждаться Быстрее Но тогда Мы не сможем Четко регулировать Я поставил Там тоже Изолированные Трубы В данном Случае На водичке Я охлаждаю Чтобы у нас По давлению Там все Ровненько Было Я Чтобы Она и так Не смешается В принципе Вот эти вот Отсеки Они не смешиваются Вот это Получается Одна сетка То есть Input Один Выход Второй А здесь Выход Второй Как он там Вход Один Вход Выход Один Вход Второй Выход Второй То есть Оно как-то так То есть Можно это Разъединить А можно Это в одну В одну Эту В одну Калитку Как говорится Вот Просто Это сделано Для того Чтобы Каскадом Делать То есть Если Одна Через Другую То есть Несколько Их Использовать Но В данном Случа Я на Одну Пустил Вот И Вот Проверяю Как оно Будет Скажу Честно Нагревается Это Медленнее Вот видите Еле 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 Я вот Сейчас Уже Я не знаю Какой Час Записываю Точнее Не записываю Играюсь Тут Да Вот Мы Когда Получается Сколько Серий Две Серии Назад Мы тут Бурили Вот Она Все Нагревается Да Это Уже Часа Два Вот И плюс Я тут Не на Запись Наверное Часа Медленно Нагревается Вот Сейчас Один Градус Даже Если Оно Так Будет То Уже В любом Случае У нас Есть Больше Скажем Так Пролет До Того Как Кондиционер Охладил И оно Потом Медленно Начнет Нагреваться Соответственно У нас Кондиционер Реже Работает Соответственно Мы Экономим Электричество Вот Но Мне Хочется Проверить Так Что Я Сейчас Поставил Всего Лишь Поставлю Если Он Будет Охлаждать И Еле Еле Нагревать То Отлично Мы Так И Оставим Вот Так Вот У нас План Я Думаю Что Не Я Один Так Использую Пишите В комментариях Кто На Этом Так Делал Сколько Там Чего Нужно И Прочее И Прочее Пойдем Посмотрим Что У нас Ну Друг Ты Мне Тут Это Ты Не Хочешь Выключиться Ты Ж Зарядился Или Он Еще Не Дозарядился Может Он Там Какие-то Соты Считает Я Просто Нигде Не Нашел Информацию Сколько Батарейка Надо Где-то По Сайтам Полазить Сколько Там В ней Заряда И Как Она Считает Именно От Стойки Я имею Ввиду Потому Что В Стойке Ничего Особо Не Прописано Это Я Сейчас Батарейку Смотрел Она Получается Фулочка На Шестерочке Разряжена На Нуле Но Это Если Батарейку Брать А Если Брать Именно Как Она Там Storage Вот Этот Тут Немножко Все По Другому Здесь Есть Charge А Есть Charge Ratio Единичка Это Имеется Слот Какой Вот Есть Еще Power Какой-то Ну Все Считывают Я посмотрел По другим Кодам Через Вот Этот Charge Ratio И В принципе Если Оно Не Единичка Я Так Понял Что Ноль Здесь В Стойке Это Считается Батарейка Разряжена Единичка Батарейка Заряжена Пишите В комментариях Если Это Не так Потому Что Я Со Стойками В плане Зарядки Работаю Впервые Все Остальное Как бы Работает Так Вопрос А почему Это Не Выключаешь Так То Вроде У тебя Все Правильно Ага А вот Первое Нормально Сработало Слушай А ну А если Я Впервые Заряжу Скафандр Который У меня Требует Зарядки А вот Он Включился Смотри Может Быть Надо Все Прописать Тогда Одна Будет Другую Выключать И Она Будет В совокупности Работать Вот Видите Здесь Ему Ничего Не Нужно Кроме Батарейки Он Его Включает То Все Правильно А Второй Ну Ка А Второй Тоже Включился А Че Это Второй Тов Не Включился Странный Какой То Получается Где То Какой То Перекос Немножечко Где То Какой То Перекос Именно По Слоту Если Я Слот Не Учитываю Ребят То Он Если Скафандр Единичку Выдает И Здесь У нас Меньше Почему Он Не Это Так А если Подожди А давай Я Сразу Буду Считывать И Там И Там Перезаписывать Может Так Будет Лучше Вот Так Я Буду Записывать А Ну Сейчас Будем Тесты Делать Ноутбук Раздолбал Весь Ага У меня Теперь Вторую Включил Хотя Вторая Пустая А первую Выключил А первая Не заряженная А что ты мне Первую Ты выключил Смотри Какое Слов Не Понял А Понял 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 Все Это Там Нормально Как раз Получается Перезаписывает Все нормально Только Надо Регистры Поменять Перезаписывает Какой-то Из Регистров Где-то Косяк В Регистрах Я понял Ну-ка Давай Слушай А у нас Есть Свободные Давай Что-нибудь Свободные Зафигарим Туда Вообще Без 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 Этого А ну Слушай Свободные Ти Было У нас Был Свободный Р7 Я его Сюда И Воткнул Вот сюда А Слушай Стоп А что Я сравниваю Что я сравниваю Со скафандром Если я могу По стойке Фигануть Если у нас стойка Включена В принципе Значит и скафандр В ней есть Логично Если я здесь Оставлю R7 Фиг с ней А здесь Делаю SS1 Ну-ка А здесь У нас Идет SS2 А здесь А Слушай Вот где Ошибка-то была SS1 Сюда Вписал Блин Очень важно Я тут Тоже Когда Вот эти Копируешь Да А может быть И правильно Тут все было Просто это Короче Очень важно Чтобы Тогда тут Надо вернуть Этот Сьют Может быть Там все Чутенько было Просто Перезаписывалось Из-за этой Короче Очень важно Что когда Копируешь Чтобы Переписать Те циферки Которые Спереди Ушли Иначе Получится Что ты Опять Дубль 2 Так Здесь Что у нас 89 Здесь у нас Что 100% Втыкаем Не заряжается Втыкаем Не заряжается Отлично Работает Тема Здесь Должно Зарядиться Втыкаем Заряжается Выткнули Втыкаем Заряжается Все идеально Ребята Идеально Работает Так Смотрим Чтобы Выключился У меня интересно Выключится ли Выключится ли Потому что Вот этот Вот Работает Все Выключился Заработало Ребята Сделали Идеальную Стоечку Все Давай Переписывать Быстрее Быстрее Переписывать Полный код Полностью Сделал Сам написал Так рад Знаешь Когда Что-то делаешь Мучаешься Мучаешься И потом Такой Наконец-то Наконец-то Получилось оно С горем Пополам Вот если честно Вот я не вру Ребят Знаете Сколько сейчас Время 17.57 Знаете Когда я сел Игру записывать Где-то Примерно В час Я реально Вот Чистого времени Часов пять Сижу И ковыряю Коды Ну Плюс Вот эту комнату Всю построил Ну что там Строил Я может быть Строил Ну час Я хорошо Строил Там все эти Эти Проводочки Там тянул Переделывал Там вот плюс Вон ту Систему охлаждения Налепил Но тем не менее Я сидел И часа Вот Четыре с половиной Там поел Хорошо там Сходил Да там Туда-сюда Но Все равно Очень много Времени ушло Очень много Времени Так Нам надо Переписать Вот это Да Это у нас После Бэкпэка Идет Бэкпэк 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 Вот здесь Да Сколько нам надо Там пять строчек Раз Два Три Четыре Пять Чардж Срать Все Наконец-то Я почему-то Думал Ну все С батарейкой Там Опять Намучаюсь Батарейка Не работала Не заряжала Потом Заряжала Но не выключала Этот самый Стойку Потом Выключала Но не включала Я Ёппарас Это Когда Что-то Все Заработает Так R3 Меняем Это SS3 Меняем Все правильно Это мы Перезаписываем Здесь Все правильно Так И вот здесь Там После Нолика Нам надо Дописать Еще что После Нолика 226 А в нашем Случа 336 Да Нолика Or R3 R3 R6 Правильно R2 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 R3 R3 R6 Шестерк Мы берем Отсюда При условии Что Семерк Сработало И Сьют Сработал Сьют У нас Берется Сверху Если Он Всунут А семерку У нас Берется Из Charge Ratio Вот Здесь Мы Считали Здесь Перезаписали Так Здесь Сделали Теперь Четверку Давай Сделать 1 2 3 4 5 Вышел Страйк Позаписать Ctrl C Ctrl V Конечно Кто-то Напишет Что Кривой Код Там Еще Что Ребят Я Только Учусь А потом Все С этого Начинали С Маленьких Каких Простеньких Я Тоже Сначала Делал Лампочки Блин Включал По кнопочке Вот А сейчас Какие-то Циферки Пишу И вроде Даже Что-то Понимаю Но Не сразу Правда Но Все равно Прогресс Налицо Or R4 R4 R6 А потом К тому же Мне же Не жалко Я сразу Все Запульнул В интернет Чтобы Все Пользовались Дело В том Что Я Когда Вот Эту Комнатку Строил Я же У вас Спросил Есть У кого-то Код На Несколько Стоек Потому что Сам Код На Одну Стойку У меня Есть Но На 4 Штуки У меня Не было Так как У нас Здесь Станция Все-таки Побольше Вот Причем Реально Ребят Здесь 1 2 3 4 2 Слота Свободных Здесь Можно Еще Вписать Еще 2 Стойки Это Будет Полностью Рабочий Код На 6 Стоек А все Остальное Это Управление Можно Перенести Либо Как я Уже Сказал Если Сделать На Регулятор Это Вообще Получится Что Что Как бы Ничем Управлять Не надо Так Давай проверку Я что-то Забыл проверить Там четверочки Все эти Вписал Четверочки Троечки И прочее Ну-ка Так SS4 Вписано SS3 Вписано Здесь Тройки Здесь Четверки SS2 Вписано Здесь Двойки SS1 Вписан И здесь Однерки Все Полностью Сделали Экспорт Видите Ошибок Никаких Не выдает Все четенько В итоге Все На автомате Здесь Заряжено Здесь Ой Стой Слушай Че Не понял 90 А че Не включил А как так Подожди Стоять Че-то Неправильно Че-то Я обрадовался Раньше Времени А почему Не заряжаешь Так Стоять Не то 90% Должен Включить А почему Нет Как так Ведь Работало Все Выключало Да Сами Видели Сами Видели Работало А почему Нет Может я Что-то Перезаписал Не туда Р6 Р6 Единичка Р6 Р6 Двойка Р6 Р6 Тройка Р6 Р6 Четверка А почему А Слушай А шестерки То он Получается Записывает Мне Да Все Или Нет Допустим Я отсюда Пошел Да Смотри Он считывает Считал Выдал Но хорошо Первое все равно Должно работать Считал Выдал Записал Выдал Это бы В любом случае Включилось Хорошо Давай уберем Часть В чем разница В чем разница Ну две работало Так оставим только первую вторую Ну-ка Не понял Испортили настроение Так рад был Так рад Я был так рад Так счастлив был Я думал Близко Моё Они не включают Вопрос Почему не включают Так Самое главное Первую Сделать Это была Третья Вторая Оставим Оставим Только первую Ну-ка Но вы видели Она же выключила Она же отработала И выключила Только-только-только Вот было Очень странно Это как Это как такое Вообще могло быть Может тут что-то сбилось Один Два Три Четыре Нет Все хорошо Хм Мне прям Самому интересно А что не так Давай проверять Где-то что-то блокирует Он не дает ему включиться А у нас он должен включаться Если меньше заряд Меньше заряд Давай смотреть Здесь остальное все работает Мы считаем слот В R7 SS1 Стойка Первый слот Где скафандр Charge ratio Если меньше R7 Где R7 Заряд Меньше чем 0,9 Правильно? А меньше чем B Функция Подсказка Если вдруг я тут Накосячил СЛТ Единичка Если А А Слушай Если А больше B Единичка Если А Заряд Больше B Ну правильно И нам же надо Включать Правильно Ой точнее А меньше B А меньше B То есть сюда Единичка Если заряд Меньше чем 0,9 Ну все правильно И дальше у нас End То есть R6 Единичка Если и R7 И Сьют Нашим служащим Сьют Это R11 Ну неважно Он здесь Вот считывается Дальше он нигде Не учитывается Не перезаписывается А только учитывается Соответственно Мы один раз Его считали Если здесь у нас Единичка В Сьюте Соответственно И здесь у нас Единичка Соответственно Если скафандр Вставлен И Здесь у нас Сработало То дальше R6 Мы уже можем Считывать А почему у нас Вот здесь Вот R6 Не считался Давай сравнивать Единичка Если 9 и 8 Либо 9 Либо 8 8 и 9 Это у нас Скафандр Либо Jetpack Дальше мы Перезаписывали Единичку Если единичка В нашем случае Откачка Либо нолик Нолик Это у нас Выше То что мы Давление сравнивали То есть Здесь сжали Два параметра В один Здесь сжали Два параметра Вот эти уже В один А здесь еще Получается Единичку Перезаписываем Если либо Вот эта единичка Либо шестерочка Дает единичку Соответственно Мы опять сжали Что так нельзя Три раза подряд Работало же Либо у нас что-то Перезаписалось И теперь Выдают Другую Другую циферку Очень странно Оно ведь Работало Хорошо Давай здесь Поставим Единичку Не 0,9 А единичку Если меньше Единички Может быть 0,9 Это 90% Он у нас там До 90 Докачал И больше Не хочет Заряжаться Может так А ну-ка Может быть Здесь 0,9 Это проценты 0,8 Это 80% Ну-ка Может быть Так оно Работает Здесь Во Пошел Вкачаться А ну-ка Снимись Так Ты должен Выключиться Короче На 100% Если выключиться То все хорошо Значит здесь 0,8 Это 80% 0,9 Это 90% Потому что он у нас Выключился на 90% 0,9 стоял по коду Значит единичка Это как раз получается От 0 до 1 Это через 0 целый Это как раз по 10% Он здесь считает Нам надо срочно Много разреженных батареек Чтобы тестировать Но я думаю Что сейчас вот этот Просчитает И все будет круто Так А ну-ка Я сюда воткнул Другой В смысле Не понял А ты-то Че воткнулся Может там Микро-микро-разряд И он Не хочет За 100% Тебе выдавать Что ли Так Здесь 94 Ну заряжай Давай Может там Надо ставить 0,9 9 Чтобы он Почти 100 И выключался Потому что Если скафандр Включен Он наверное Чуть-чуть потребляет И он уже Считает Что он Разряжается Надо его Подзаряжать Ну как бы Поддерживать Может это так Работает Пишите в комментариях Ну видите Я вот меняю Скафандр 1,96 Ну ладно Ждем Выключиться Хорошо 1,96 Ждем Короче 4 минуты Или сколько Он там будет Заряжаться Но Вы видели Оно выключалось Оно Оно Выключалось В нашем случае Конечно Видать Получается На 90 Но мне Такое ощущение Что реально 0,9 Это 90% Ну хорошо Если он Тогда Получается Не выключится Иначе Чтобы он Вот этот Выключал А ну-ка Сейчас проверим Она точно Дозаряжена Но она Синяя 100% Она же Не срабатывает То есть Она полная Она не должна Срабатывать Она когда Не заряжена Она 9,9 Было бы А вот Нифига Да Неправильно Так Вопрос Конечно Хороший А что делать Хм Блин Расстроился Я Расстроился Страйкс Думал Первый раз В жизни Все без ошибок Но нет Не тут То было А что Не так Давай Какой-нибудь 0. 0. 99 Так Напишем Может быть Он вот так Тогда Выключится Экспорт Включать-то я И так Включу Ага Вот он Не включился Уже Хорошо Так А теперь Нам надо Протестировать Разрядить батарейку Где-нибудь На мощном Где у нас Тут разряд Как Как бы Сделать Разрядку Куда Воткнуть Чтобы Разрядить У нас Нету Ничего Чтобы А Во Ноутбук Точняк У нас же Есть ноутбук Который Постоянно Работает О Тут как раз Батарейка 96 А ну-ка Смотрим Ребят 96% Зарядится По идее Быстро Включаю В первый слот Включился То есть Он чисто По батарейке Сработал Потому что Все остальное У него Как бы По уставке Уже установлено Потому что Иначе Срабатывали бы Пампы Всякие А тут Ничего не сработало Нам Главное Чтобы он Выключился Потому что 100% Я в него Воткнул Он не включился Значит 100% Это много Давай Выключайся О Есть Работает Сколько Зарядил 99 Тут видишь 0 0 0.99 Это проценты Значит здесь Реально 0 0 Это десятые Короче Это процентные Все Ну по крайней мере Работает 99 Он мне не хочет 100% Он мне тоже не хочет Ну хорошо Тогда у меня Логический вопрос А почему ты Мне не можешь До 100 Дотянуть Единичкой И выключиться При этом Почему тогда Он мне включает При единичке Вот в чем вопрос Так то все правильно Получается Интересно Нюанс Нюанс Не понял Называется Хорошо Давай остальные Пропишем Вторая Стойка То есть Это проценты Если я Напишу Здесь 0.1 Это значит 10% Так А если я Наоборот Там напишу Если Больше Не Ну мне же Надо заряжать Ладно По идее Здесь должна Быть Единичка Я просто Не понимаю Почему Не работает С единичкой Хорошо Давай дальше Включаем Включение Называется Прямое Включение Чиньк 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 Может быть Здесь Что-то Перезаписывалось Здесь 0.9 Было Вот Это 90% Здесь Давай Единичку Чтобы Для теста Ради И здесь Мы Получаемся Уже Шестерочку Бомбим Перезаписываем Сейчас Проверим Как она Так Как тебе Такой Илон Маск Тест Теста Ради Экспорт Так Часть Протыркала Но Потом Выключилась Может быть Он Перезаписан Но Если Перезаписан Тогда С регистрами Просто Разберемся Так Может быть Он Сейчас Достан Докрутит И Выключится Да Достан Он Должен За 3 Секунду В принципе Был Зарядить Но У нас Вторая Стойка На Единичке Сейчас Заодно Проверим Как он Единичку У меня Заряжает А может Быть С Единичкой Он Не Хочет Заряжать Мы 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 Здесь В Этой Игре Чисто Ради Тестов Вот Здесь Сейчас 100% Видите Он Не Включает Все Хорошо У нас Полностью Весь Скафандр Заряжен Как Говорится Я думаю Что Здесь Уже Соточка Да Здесь Уже Соточка А почему Тогда Он Не Включает Если Я Здесь Соточка У него Очень Странно Но При Этом На Первой Стойке Он Не Не Включает Значит Вопрос Он Перешел Код На Вторую Стойку И Перезаписывает Да Значит Мы Где-то Просрали Регистры Значит Что-то Пошло Не Так Значит Надо Что Сделать Выделить Какой-то Отдельный Регистр Для Чар Джа Джар Джа Джа Чар Джа Джа Чар Чар Ну-ка Что-нибудь Такое Здесь Вот Тоже Поставим Единичку Чтобы Он Выключал Если Он Перезаписывает Наличие Слота Да И Он Использует Его Уже В этом Слоте Ну Он Его Тоже Тогда Включит Это То же Самое То же Самое Как и Другие Регистры Тут Нет Пересечения Там Ой Слушай Я где-то ошибся По-моему Ну-ка Стой 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 7 7 7 7 6 7 Просто Уже С этими Циферками Реально Голова Едет 7 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 Так Сидишь Сидишь Циферки Считаешь Потому Что Реально Уже Все Кирдык Башка Так А если Я И тут И тут Однерку Поставлю Что Он Будет Делать Ничего Не Будет Делать Ага Вон Он Как Видишь Что Он Делает Он Не Включает По Однерке Так А если Я Второй Вот Ну А У Медва Включил Ха Интересно Такой Интересный Бобер Если Эти 99 Оба Пропишу Ты Мне Включишь Или Нет Он По идее Меня Не Включит Потому Что Он Посчитает Что 99 Это Заряда Много И Не Выдаст Мне Единичку 0.99 Получается А Слушай Может быть 0.99 99 Здесь Надо Просто Больше 9 Это Знаете Как В этом Во всяких Там Твердотопливных И Жидкотопливных Там Надо Нескакать 9.9 Чтобы Он Типа Как будто До 100 Но Не до 100 Но Чуть Чуть И Чтобы У него Хватало На Выключение Ага Опа Все Сработало Сработало Все Таки Надо Просто Это Методом Тыка И Чпока Как Говорится Так И Родились Мужчина От Женщины И Так Эволюция Работает Просто Методом Тыка Первобытные Люди Как То Как То Пришли Кодировкам 99 Ребята Сам Допер Ребят Сам Сам Тоже Круто Так Проверяем Семерка 77767 Сьют 9999 Здесь Перезаписываем Тогда Здесь Чпоник 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 99 Да Точно Я же Совсем Забыл Смотрите Получается Единичка Ему Мало Он Как Б Я не знаю Что он Там С единичкой Делает Но Получается Что Не Работает Сам Факт 0 9 Это 90 Процентов 99 Наверное Это 99 Процентов А нам Надо Почти 100 Но Не 100 Чтобы Выключиться И Получается Что Как бы Бах И все А еще Может быть Здесь Оно Единичку В принципе Дает Когда Когда Зарядку Видит Ну короче Тут Из-за Каких-то Нюансов Таких Мелких Это Уже Особенности Игры Как говорится Я Не буду В это Внедряться В подробности Должно Работать Сейчас Еще раз Протестируем Нам Самое Главное Убедиться Что Это Так Что Логика Наших Действий Работает Так Вроде Да Если Даже Я Здесь Остался Да То Этот Код Я могу Перезаписать Он У меня Называется Storage Вот Это SS4 New Вот так Вот Перезаписываем А New 2 Это У нас Второй Код Сейчас Я Вам Тоже Обязательно Покажу Так Давайте Сохранимся Потому Что Надо Сохраниться Вот И Второй Код Я Вам Тоже Покажу Потому Что Я Вам Не Показал Ребят Так Вот Второй Код Код Который Включает Эти Штучки Но Он Написан Поверх Богдановского Который Там Отвечает За Батарейки Поэтому Вступление Не Обращайте Внимания Здесь Вот Эта Часть Отвечает За Батарейки Вот А дальше Вот Эта Часть Это Моя Часть Я Сюда Дописал Что Анализаторы Стойки Анализаторы Точнее Этот У нас На Вест Идет Анализатор Это У нас Анализатор Кислородный Две Помпы На Ин И На Вест Вот И SS Это Я считываю Хэш Стойку По хэшу Для того Чтобы Включать И Мин Макс Я здесь Также Прописал Для Веста Вот Что Я здесь Сделаю Я по хэшу Считываю Параметр Включения И Если Он Больше Единички Я включаю Анализаторы Для того Чтобы По Анализаторам Уже Следить Давление Потому Как Здесь Стойок У меня Нет Они же Не Подключены Сразу Со Всех Давление Потому Что Там Надо Считывать Опять же Слоты И прочее Чтобы Это Не Загромождаться Я Считываю Просто По Анализатору Анализатор Считывает Давление Если Оно Больше Нуля То Соответственно Регулятор Обратного Давления Выкачивает Это У нас На Откачку А на Закачку У нас Тоже Идет Считываем Давление Здесь Мин Макс Вот И На Откачку На Закачку Соответственно От Минимума Идем От Максимума Откачиваем От Минимума Закачиваем Закачиваем Мы только На 5000 Поэтому У нас Учитывается Только Минимум От Максимума До Минимума То есть Как бы Такое Вот У нас Значение Точнее Откачиваем Мы короче От 10000 Начинаем Откачивать Вот Как то Так У нас Идет Работа Вроде Бо Все Показал Все Рассказал Ну Самое Что интересно Мы с вами Это самое Прям В режиме Реального Времени Кто досмотрел До конца Тот Знает Как Чего Нам Это Стоило Так Теперь Давайте Посмотрим Здесь Не сел Нифига Ноутбук Пусть Очень медленно Садится Хороший Ноутбук Но Ломается Ребят Я не знаю Чем его Починить Можно Каким Нибудь Вот этим Долотом Починить Нет Нельзя Нельзя Починить Давайте Закажем С Алиэкспресс Новый Ноутбук В смысле А Лаптоп Топ Сам ты топ Лаптоп Ноутбуки Заказывали Я черный Люблю Конечно Ну Тут Такое Дело Как Говорится Этот Старый Все На помойку Его Вот А вот Это Видите Вот Эту Карточку Вы никак не Воткнете Соответственно Его надо Взять в руки И переставить Сюда Вот так Вот Кстати Самое интересное Несмотря на то Что я здесь Чип не Воткнул Он мне Все равно Открыл Предыдущий Код Самое Что Интересное Так Старый Пусть будет Мы будем Его в буре Использовать Чтобы Новый Не ломать Потому что Пока что Бури Бури Портят Нам Лаптоп Вот Так Теперь нам Надо Что Давайте Где-нибудь Еще Посмотрим Есть ли Батареечка О 85 Отлично Нам Надо Убедиться Что Strikes Написал Код Что Он Все Таки Молодец Да Воткнись Ты туда Так Нельзя Так Первый Скафандр Пошел На проверку Так Что еще Тут А Вот Бензопила Болгарка На 98 Тоже Проверим Сейчас Мы Вот эти Вот Два Проверим На Работоспособность Если Все Хорошо Оно Должно Выключиться Два Этих Самых На Зарядку Готовы Итак Тест номер Какой-то Та-та-там 5 часов Работы И в итоге Мы должны Написать Код Точнее Я уже Написал Два Этих В один Втыкаю Он Начинает Это Допустим В четвертый Заткнем А почему Четвертый Не заработал Чего За Нафиг Вот Третий Заработал Вопрос Почему Четвертый Так Первый Отключился Уже Хорошо Значит Все Хорошо Так На скольки Отключился Смотрим На 100% Отключился Отлично Все Видите Он не Включается Он его Включает Получается Тестирует И как бы Говорит Что все Нормально Так Стоп 86 86 У нас Есть Шанс Проверить Почему Четвертый Не работает Второй Второй Работает Четвертый Четвертый Прием Почему Не работаешь Да Что Так Это У нас Нерабочий Лаптоп Так Давай Его Сразу В эту Стенку Воткнем Потому Что Если Сейчас Буря Будет Его Опять Расфигарит Так Вопрос Может Там Что Не Так 0 9 9 9 7 7 7 7 6 7 1 1 1 6 На Днер 7 7 7 6 7 9 9 9 2 2 6 На Двоечку 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 3 3 6 На Троечку 7 7 7 7 6 7 0 9 9 9 А Еще бы он не заработал Ребята Все Все Извиняюсь Мой Косяк Мой Косяк Так Все Все нормально Ребят Я уж Блин Сейчас Знаете Так Хотел Сказать Блин Обманул Не Не обманул Лайк За старание Я старался Реально Все Ну-ка Воткнись И зарядись Во Еще бы ты не зарядился Все Заряжается Так Давай Обновим А Он так Не обновляется Да Ей Парас Страх Ну что ты Воткнись В лифт И программируй Так Значит Я должен Обновить Код Этот У нас Код На SS4 New Чапоньк Все Наконец-то После ракеты Это второй Такой Крупномасштабный Код Который Я написал И который Работает Реально Работает Полностью Заряжает Включает И прочее Так Сколько там У тебя 89 Ждем Но он Сильно Разарядился Так Смотрим Четвертое Включается Третье Включается Вторая Включается Ну и соответственно Если первую Ставлю Тоже Включается Так В четвертой Зарядись Вот Здесь все нормально Но он Видите Помпа Быстро Накачивает Она Немножко Перекачивает Соответственно Она нам 5000 И один Мегапаскаль Короче Нафигарила Для чего Еще вот здесь Я поставил Анализатор В принципе Если делать Это На отдельном Коде Не на Том Который Батарейка Да То у вас Еще получается Один слот Свободный Сюда можно Пускать Анализатор И на него Прописывать Параметры Которые будут Блокировать Закачку К примеру Вы живете На какой-то Там планете Где там Из Из нее Можно Вытащить Ну допустим Там сделать Какую-то планету Которого будет Из нормального Состава Но там Будет еще Какие-то Гадости То вы Закачиваете К примеру И перед этим Идете на Фильтрацию И то есть Грубо говоря В вашей трубе Пока не Отфильтруется Если туда Что-то попало Либо допустим Вы там С этого С помещения Закачиваете То это может Служить Как проверкой Там вообще Пригодно Состав Для закачки В баллон Или нет И по нему Уже будет Блокировать К примеру Вот этот вентиль Но это чисто Как вот Усложнение Схемы Как говорится Ну а так Все работает Единственный Минус Здесь нет LED дисплеев На показания Сколько Заряжается Батарейка Это конечно Можно было бы сделать Вот видите Первая видать Села И включилась Слушай А ты же выключен Да вроде Выключен Так Сколько у тебя Тут 98 Во Практически Практически Сколько Кстати Мы жрем По энергии 2,57 Слушай Много жрем А ну правильно Тут сейчас Закачка А батарея Жрет киловатт Правильно Ядерная Еще бы Батарейка Киловатт Все правильно Мы жрем Всего лишь Киловатт 57 А если быть точным Киловатт 42 Все Ядерная батарейка Киловатт Жрет Ребят При зарядке Все Все Отработало Все Откачало Закачало И полностью У нас Выключилось Отлично Мы с вами Доделали Код Дописали Его Полностью Вот так Вот сейчас Соберем Как говорится Из лего Скафандра Вот так Вот здесь У нас Желтый Здесь у нас Белый Можно здесь Еще красный Синий Там или зеленый Поставить Для пацанов Как говорится И в этот Код Еще можно Запихнуть Две стойки Ребят Все то же Самое Просто прописать Еще отдельно И здесь Еще можно Влепить На два Скафандра Поэтому Код Этот универсальный На шесть Стоек Шесть Если не делать Автоматы На вот эти Вот штучки К примеру Вместе с Вот этим То можно Просто Этот регулятор Просто включать Всегда Либо подключить Опять же В эту трубу Где На фильтре Ведется Тогда вообще Ничего не надо Отключать Сюда все Выплюнулось И там сразу же Отфильтровалось Ну к примеру Мало ли у вас Такая труба Есть Вот И здесь То же самое Можно просто Регуляторы Поставить Которые Никогда вам Не перекачают Сколько не надо И откачают Если вдруг Здесь что-то Пойдет не так Поэтому в принципе Даже на одном Чипе Можно сделать На шесть стоек Кодировку Которая полностью Отвечает за Скафандры А мы справились Ребята Молодцы Вот Кодик Оставлю в описании Скорее всего Он будет В стиме А давайте Прям выкинем С вами Наверное Сейчас А я там Настрою дальше Как его Тут выкинуть Как его Выкинуть По-моему Вот так Чпонька Вот так Вот редактировать Кодик На четыре Либо вам дописать На шесть стоек Могу дописать Ну Кому не лень Тот допишет Если вдруг надо Либо добавить Сюда свои Какие-то штуки На четыре Так Как тебе тут Либерти Либерти Фигиберти Так Вот СС Четыре Неф Стим Хотите воркшоп Да хочу Все При вас Чтобы не сказали А то Ты не выложил код Да ладно Вот Вот вам код Потом я его оформлю Естественно Вы там его увидите Либо ко мне зайдете Там к этому К страйксу Короче Там оно будет Вот Консол Выключаемся Вот Сколько кстати градусов Три градуса Видите Еле-еле Нагревается Вот прям Вот сколько мы здесь уже были Сейчас скажу Мы здесь уже реально Больше сорока минут Потому что серия у меня на тридцать пять минут Таймер Мы здесь больше сорока минут Может быть минут пятьдесят Мы с вами уже играли Когда было сколько Один градус Да Либо А нет Ноль был Ноль градусов Вот сейчас за пятьдесят минут игры Отсчитывайте Да Только три градуса у нас поднялась температура За пятьдесят минут игры Это не я Это скафандр Видимо разрядился Все ребят До новых встреч До новых серий Пиши, комментируй, ставь лайки В следующей серии продолжим В следующей серии Ребят Будем строить Слиперы И криокапсулы Либо одно Либо второе Там посмотрим Будем делать Где-то вот в этой вот стороне Вот в этой вот комнате Вот здесь вот Либо здесь Сделаем скорее всего Криокапсулы Потому что они меньше места занимают А вот здесь вот так вот Штабелями Гробы поставим Это будет слиперы Вот Потому что В них Нужно место Чтобы Человечек выпрыгивал А он там то ли направо То ли налево выпрыгивает То есть надо обязательно место Чтобы их ровненько поставить Мы их сделаем Гробы в ряд Вот А вот здесь вот так вот По боковушке Раз, два, три Четыре Можно даже на шесть С космонавтов сделать Короче говоря Криокапсулы сделаем Вот Как-то так Здесь кстати не просто так Квадратика отделил Здесь возможно Пойдет баллон Резервом Под как раз Криокапсулы И слиперы Чтобы у него была Своя атмосфера Чтобы немножко там Как бы Копить Это самое Кислород Независимо от того Разгерметизировались мы тут Или нет Потому что вот это сейчас Сама по себе работает Да С улицы будет качать Вот А Криокапсулы со слиперами По идее тоже должны быть В независимой зоне Ну как я это вижу Все ребят Пиши, комментируй, ставь лайки Всех жду на следующую серию Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok